мне особенно приятно в этом чудесном месте наконец-то с тобой откровенно поговорить я очень рада приветствовать тебя оля да здравствуй расскажи пожалуйста каким образом ты оказался здесь на мероприятии в бизнесе в партнерстве в том как из наемного сотрудника ты вдруг превратился в предпринимателя с огромным запалом опытом знаниями и результатом отличный вопрос на самом деле все было четыре с половиной года назад это была отдельная история да вот сейчас вспоминаю да вот этот момент на принятие решения потому что ну условно когда у тебя все хорошо когда ты казалось бы топ-менеджер компании там у тебя в подчинении 50 человек ты 13 лет строишь лизинговую деятельность ее поднимаешь с нуля но при этом ты чем-то не удалит не удовлетворен ты начинаешь смотреть по сторонам ну и вот собственно в тот момент благо что один из моих друзей моих коллег александр лукьянов он показал мне возможность показал бизнес как раз таки по продвижению иди с и я честно зацепился то есть зацепился через то что мне понравился продукт потому что это мобильное приложение но даже уже тогда закрывала ну там много потребностей предпринимателей не только малого бизнеса но я даже примерял на лизинг на лизинговую деятельность да то есть вот такие банальные вещи как поздравить с днем рождения своих клиентов автоматизировано как это реализовать а тут есть такая возможность ну и все начал разбираться начал смотреть и в какой-то момент понял что за те же 8 часов рабочего времени я просто могу зарабатывать больше денег так получилось что 29 декабря в свой день рождения семнадцатого года это получается сколько мне было 39 лет я заключил контракт с компанией и ну вот начал в режиме совмещения как раз вести этот бизнес режим совмещения был ну такой можно сказать минимальный да на минимальных оборотах мы просто договорились с александром на тот момент что я буду делать по одной встрече в день делал я это либо в обеденное время либо вечером и соответственно ну была договоренность что при определенной конверсии должны появиться сделки собственно так и получилось первая сделка уже через месяц где-то через два месяца мой доход превысил ну как бы уже там те вложения которые мы собственно были были в бизнесе ну а дальше так скажем все пошло держим интригу да да ты знаешь мне очень понравилась фраза что когда ты чувствуешь что все получается и тебя все в принципе устраивает да ты находишься на топовых позициях даже в найме в какой момент срабатывает вот это чувство что тебя что почему тебя что-то не устроило где-то это почувствовал несколько моментов ну то есть что такое лизинг лизинг это когда мы сдаем финансовую аренду автомобиля ну как бы и получается автомобили абсолютно разного класса и когда к тебе приходят предприниматели не хуже тебя не лучше тебя точно такие же люди ты с ними общаешься и понимаешь что они могут себе позволить например там porsche cayenne там не знаю майбах еще какие-то дорогие автомобили а ты ездишь на служебном кио церата ты думаешь наверно что-то не так зацепила это это первый момент второй момент который меня последнее время именно вот ну как бы напрягал это история связанная с тем что 28 дней календарного отпуска ну это мало то есть я в свои 40 лет хочу больше отдыхать хочу больше проводить времени с семьей и его тут вопрос как в найме к сожалению мне не дадут то есть я работаю в этот момент ну как бы по трудовому договору где четко прописано сколько часов я должен работать при этом при всем если ты еще топ-менеджер то ты ну там зачастую работаешь больше 8 часов приходишь раньше уходишь позже на тебе высокая ответственность при этом при всем потолок по уровню дохода он есть к сожалению и вот этот момент тебя не устроил не устраивал да именно в этот момент ну как бы были разные идеи была даже идея первая создать свою лизинговую компанию я посчитал экономика не бьется огромные инвестиции огромные риски была ну чисто мужская такая тема связанная с открытием ну там бара ну потому что что нужно мужику да как бы бар пиво еще что-то вот поэтому вот в тот момент когда я говорю увидел юдс увидел что это небольшие вложения это большие возможности это абонентские платы то есть это длинные деньги вот это меня сильно зацепило но дальше просто нужно считать слушай но мне всегда поражало для предпринимателя и сложно например как мне кажется человеку в найме без предпринимательского опыта вдруг окунуться вот в это гущу событий рисков предпринимательской деятельности как это это получилось ты знаешь вот этот вопрос он связан мне кажется с моментом моего принятия решения об увольнении то есть я просто начал себе говорит дима окей что нужно чтобы ты начал зарабатывать хотя бы те же деньги но в предпринимательстве и в этот момент я просто просчитал сколько мне нужно сделок заключить в месяц чтобы получить те же самые деньги у меня получалось порядка четырех пяти сделок и в этот момент я просто на чашу весов поставил с одной стороны 8-ми часовой рабочий день без особых перспектив дальше там по карьере по деньгам и так далее и с другой стороны четыре пять сделок как тут на которые реально ну там уходит гораздо меньше времени то есть вот по моим расчетам это было примерно 3-4 часа в день и те же самые деньги и возможность остаточного дохода и возможность строить бизнес с ну без границ то есть вот наверное это ты сам к этому пришел или александр лукьянов тебя сподвиг вот работа это была какая партнерская работа или тебе сказали слушай есть вот бизнес вот столько денег столько инвестиций да там и погнали там открываешь работаешь сам или как это было ну вот именно вот эта точка принятия решения понятно что я уже понимал математику но потому что я уже три с половиной месяца был как бы ну в бизнесе юдс в режиме совмещения до если говорить про момент когда я вообще узнал об этом проекте об этом бизнесе то на самом деле я сам зацепился за эту идею я сам увидев александра в соцсетях что есть какая-то движуха что он уволился я ну как бы зацепился за идею я сам бы написал говорю саш скажи что за тема давай впереди откроем ну то есть я уже был в поиске и собственно так я узнал о проекте как раз таки global интеллект сервиса проекте у дес мне вот интересно роль человека который появляется вдруг вот с такой бизнес идеи вот прям вернусь я хотел этот раскрыть момент он тебе просто рассказал и ушел как-то в сторону или он принимал какое-то участие я к чему это все веду представим что у нас сейчас смотрит человек который находится в найме газу что вот этому человеку повезло вот дмитрию повезло а рядом со мной нет предпринимателей которые помогут мне разобраться вот в этом бизнесе как устроено взаимодействие между людьми мне кажется как раз вот те люди которые сейчас будут смотреть особенно в текущем моменте когда вот ну например там автобизнес реально пострадал то есть очень много людей сейчас ну там ищут себя ищут какие-то бизнес идеи вот мне кажется в этот момент нужно просто проявить активную позицию как когда-то я то есть я увидел я увидел что есть какая-то тема я увидел что есть какая-то идея я увидел нормальных адекватных людей которые прошли этот путь надо просто не бояться не стесняться написать сразу же написать ну как бы как минимум там тем людям которые может быть уже поделились об этой идее или ну там не знаю там мне тебе не принципиально на самом деле вот и задать вопрос как как вы ребята смогли это сделать сделали как вы смогли ну там не знаю уйти из найма как вы сейчас реализуете там своих как бы ну не знаю цели там путешествие зарабатываете деньги и так далее поэтому просто нужна активная позиция но если говорить про позицию александра в этот момент он на самом деле ну вот прям качественно с первого касания с первого наверное общения сначала дал мне четко понять что вот бизнес вот такой хочешь зарабатывать вот такие деньги вот такое ну как бы вот такой партнерский пакет вот это вводная до чтобы человеку было понятно еще раз говорю нас смотрит человек который нет предпринимательского опыта у него не было своего бизнеса то есть тебе на статье особенно да помогли вот это наставничество и кураторство которым так часто говорят да она здесь работает она здесь я бы сказал работает гораздо лучше чем в найме потому что здесь есть финансовая заинтересованность как раз таки наставника и куратора никто никого не подсиживает да 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 когда ты в найме и когда условно я там начальника у меня растет какой-нибудь подчиненный очень быстро до шустрый да помоложе и денег ему нужно пока еще поменьше то ты начинаешь в найме бояться этого да а здесь здесь нет такого здесь вот у меня достаточно большая сейчас уже команда партнеров в разных странах в разных городах есть в команде люди сильнее меня ну в кавычках да как бы понятно что и в этом плане тоже вот и на самом деле здесь мне выгодно отдавать все самое лучшее потому что технология продвижения вот эта многоуровневая партнерская программа она как раз таки ну она я считаю гениальная то есть вот тот человек который придумал эту идею убрав полностью конкуренцию между вот как раз таки нами партнерами и то что здесь в компания у нас это есть это очень здорово экологично да слушай мне очень приятно это слышать потому что общаясь с людьми разного из разных сфер деятельности очень часто слышим что у меня так не получится потому что ну не было такого опыта я думаю что ты сейчас как раз смог открыть вот приоткрыть завесу до этих возможностей слушал часто не просто так показал свои бицепсы да смотрю что ты в прекрасной форме радуюсь всегда на самом деле как у тебя это получается я же знаю что с каждым годом извините мы не молодеем и для этого тоже нужны особые так скажем сила воли чтобы держать себя в такой прекрасной форме ну на самом деле расскажи вот про эту сторону своей жизни здесь я наверно начну издалека да я скажу о том что когда я еще раньше выбирал и набирал себе сотрудников даже по найму я задавал один из вопросов занимаешься ли ты спортом и для меня были люди которые занимаются спортом в приоритете а если еще они победители то они в приоритете вдвойне ну то есть лайфхак по поводу проведения собеседования да в том числе и соответственно ну как бы почему так все просто эти люди со стержнем то есть если он побеждал не знаю он там чемпион города он там не знаю кмс мастер спорта перворазрядник то есть он привык не сдаваться и не уходить на полпути он будет идти до конца то есть это люди но которые добиваются на самом деле своих результатов и если говорить про меня то с детства у меня спорт да там я чемпион города перми по лыжным гонкам когда-то да там у меня отец еще это все прививал поэтому сейчас я просто чтобы быть в хорошей форме чтоб радоваться жизни да как бы понятно что занимаюсь спортом и благо что время сейчас позволяет честно скажу что последнее время на спорт трачу наверное два-три часа в день то есть достаточно много у меня и теннис у меня и лыжи но вот сегодня была пробежка да по горам веселая более десяти километров мы преодолели то есть это все но не знаю как бы вот вдохновляет наверное каким-то новым подвигом слушай я очень рада на самом деле потому что когда мужчина реализует себя для него же очень важно реализация именно в физическом плане да это особая ты говоришь про стержень да там выработка тестостерона это данном случае движение это омоложение в том числе я очень рада что ты этим делишься ты сказал о том что это было привито тобой действие отцом я понимаю что ценность семьи и в твоей жизни несет очень значимую весомую часть поделись пожалуйста ну опять же начиная в этом бизнесе принимал решение не я один то есть все переговоры вот как вообще о изучении этого направления были совместно с моей супругой леной вот и честно скажу когда она предприниматели вот почему это на самом деле одна человек который уже много лет сидит в декрете да у нас старшему 18 маленькому три то есть вот все эти 18 лет условно она сидит в таком в кавычках своей работе да 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 она занимается детьми она занимается семьей но вот это принятие решения опять же об увольнении с найма то есть когда я пришел к ней и сказал лена все я готов уволиться она мне сказала одно условие мы не должны жить хуже но и собственно вот эту планку я не опустил ни разу да то есть там я не буду говорить сейчас про свои финансовые результаты но там в разы прямо превышает ну там доход именно в этом бизнесе относительно того найма того соответственно топового даже найма это конечно очень радует но самое главное наверное свободное время которое появилось как раз таки вот на путешествие если ты видишь что мы всегда ездим семьей даже вот сейчас у меня лена здесь она сейчас там спада вот где-то там плавает мы здесь тобой сидим часто мы выезжаем с детками ну вот говорю путешествие для меня это просто опять же познание мира когда ты видишь как живут другие люди как вот какие отели бывают какие блага вообще бывают ну и ты это это конечно повышает твою планочку и и хочется зарабатывать больше больше и больше замечательно а вот момент смотри когда лена сказала что мы не должны жить хуже не сработало ли в какой-то момент для тебя что ну там испугался я вдруг не вывезу вдруг не получится или там такая бытует мнение там жена начнет пилить то есть в каком формате была именно поддержка семейная женская вот партнерская именно в семье ну во первых это было сказано не в таком ультимативном до каком ключе то есть что только вот если вдруг то как бы это нет я просто был уверен я уверен был своих силах я понимал что если другие люди сейчас это могут делать до зарабатывать больше денег вот соответственно конкретно да там александр который пригласил меня в этот бизнес ну как бы я понимаю что у меня также две руки две ноги 1 абсолютно голова и адекватный человек у меня есть определенная репутация на рынке до меня знают поэтому но я был уверен что у меня все получится вот и все ну здорово что у тебя такая экологичная поддержка на почему-то игры ситуации в семье разные бывают да и когда половинки не поддерживают у тебя в данном случае все сработало в кассу это все все в одну точку отлично а момент опять же вот про деток мне безумно нравится вот этот я как мама так скажем да мне всегда интересны семейные истории когда глядя на твоего старшего сына ну как бы я всегда восхищаюсь думаю бэн такой молодой отец такой взрослый сын вот сейчас арсений насколько он с тобой ну как говорится на одной волне насколько вы друг друга понимаете то есть вот точки соприкосновения в чем вы сейчас находите вот про него тоже немножко расскажи ну во первых арсений в этом году живет уже отдельно да он уехал в казань учиться в казани живет отдельно от нас на самообеспечение это очень важно да то есть он молодой предприниматель и получается когда иногда мне задают вопрос вот ну ты уверен в этом бизнесе насколько насколько лет ты вообще видишь что здесь все будет хорошо я говорю смотри если бы я вдруг не видел то мой сын этим бизнесом бы не занимался а мой сын старший занимается этим бизнесом то есть вот тоже партнер логичный вопрос ну как бы что мы хотим своим детям конечно же все самое лучшее поэтому я не хочу чтобы он проходил путь не знаю там наемного сотрудника зарплаты в 30 тысяч рублей или еще что-то да когда здесь можно ну там делать гораздо более высокие результаты а если говорить про отношения то мне кажется как раз вот крайние два-три года ну вот его взросления там с 15 там до 18 лет пошли прямо вот нам на пользу именно на вот какое-то понимание не знаю вот уже уже нет этого детского какого-то есть вот именно такие но правильные мужские чувства по отношению к друг другу уже даже как раз партнерские какие-то предпринимательские да и я больше хочу сказать что вот то что мы в этом бизнесе не просто зарабатываем деньги да там помогаем большому количеству предпринимателей мы постоянно еще ведь развиваемся я на самом деле в этом бизнесе начал читать много книг сейчас у меня там супруга и я вот мы прям последние несколько книг дейл карнеги вот как так совпало и там много таких осознаний улучшения не знаю даже в отношениях в семье ну то есть вот вот как это как это происходит каким-то чудесам приходит и да 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 то есть когда ты начинаешь думать о как ты хочешь жить что ну как бы бизнес это всего лишь та часть которая позволяет тебе там не знаю жить счастливо опять же много путешествовать любить друг друга и так далее поэтому вот наверное из этих блоков все и складывается дим искренне восхищаюсь твоим результатом с удовольствием наблюдаю за тем как вы общаетесь и путешествуете семьей какой бы ты совет сейчас дал человеку который смотрит это интервью и возможно задается вопросом с чего мне начать подойдет ли мне это направление но первое наверное нужно просто задать самому себе вопрос а хочешь ли ты каких-то изменений а что тебя не устраивает и вот например я ну вот иногда у меня много переговоров идут да и люди меня спрашивают ну там а что про что вообще этот бизнес а что тут есть я говорю напиши пожалуйста 5 критериев которые тебе важны для твоей деятельности когда человек пишет 5 критериев мы просто проходимся по каждому ну и в основном пишут там деньги свобода там удаленка там окружение и так далее и вот на самом деле все это у нас есть то есть и даже больше то есть поэтому самое главное не бояться не бояться подойти и задать вот те вопросы вот которые вам важны реально и все и получить на них такие замечательные ответы да 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 именно так я благодарю тебя прекрасное интервью а